Друзья, здравствуйте! Наконец-то у нас еще раз в гостях Александр Довиченко с его прекрасным масловедом, с его прекрасными маслами, которые я очень люблю. Давайте сегодня поговорим на важную тему. Какую? Какие масла можно и нужно кушать? Потому что если мы будем употреблять масла, которые, собственно, у нас в магазинах, а мы еще коснемся этого вопроса, потому что, ну, вы, наверное, удивлены, да, почему вообще эта тема стала ребром, потому что, казалось бы, ну что, у нас дефицит в стране масла. Оказывается, да, друзья, действительно дефицит, потому что то, что у нас на полках, это не масла, это суррогат, это раз. Во-вторых, это все, что угодно, но только не масло. Давайте разбираться, почему. Дело в том, что когда мы идем, смотрим, там такое-то рафинированное, нерафинированное, такое-то, такое-то масло. Ну, мы думаем, что это разнообразие, но это выбор без выбора. Вообще, что такое выбор? Давайте разбираться. Это когда вот ты сидишь в точке своего мироздания и говоришь, ага, я хочу сейчас вот это. И это появляется, это случается. А когда вам дают в диапазоне, то это не выбор. Потому что все, что на полках, это единое, это одно и то же. Потому что, во-первых, никакого холодного отжима в магазинах вы не найдете однозначно. Давайте вот просто с этого начнем. Потому что там подогрев до 80-100 градусов, это не сыродавленное, это не холодный отжим. А вот по законодательству, по всем ТО и всем остальным, что там есть, это считается холодным отжимом. Но никакого отношения к холодному отжиму это не имеет. Если мы даже возьмем дорогие масла, которые там есть в супермаркетах наших и так далее. Тем более сырье. Вы, наверное, понимаете, что эко-пространство, в котором растет семечка и пространство, которое на выгонку, вот просто больше, 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 чтобы больше денег урвать с этого процесса, это два разных процесса. Это как две разные семечки. Если вы берете масло, которое на полке, вы должны быть готовы, что, во-первых, там ГМО. Однозначно. Никто вам не будет селекционировать именно ту культуру, где вот прям все идеально. Это огромное количество масел, которое производится на заводе. Это все поток. Там не будут на каждую семечку обращать внимание. Естественно, качество самой семечки оставляет желать лучшего, потому что там идет все. Вот все отходы, все с разных производств, где там что они продали, все сдают, все принимают. Это, может быть, видели, в деревнях молоко собирают, вот ездят по дворам. Например, на Кубани, где я выросла, это есть. Вот ездят с молоковозочкой такой и собирают бутыли. То есть от разных коровок по чуть-чуть. Но кто качественно все делает, кто некачественно, у кого какая коровка. А вот здесь с семечкой та же самая песня. То есть если вот посмотреть на тех, кто снабжает все эти производства семечкой, то там, ну вот, кому только не лень. И все это за бесценок, чтобы вы понимали, отдается, а масла уже продаются по той цене, которую вы видите в магазинах. То есть там наценка сумасшедшая. Поэтому все, что есть в магазинах, здоровье не приносит. И когда мы начали сотрудничать с Александром, он говорит, слушай, ну попробуй мои масла. Я тебе просто так вышлю, попробуй. То есть человек не курсть ради, а просто для того, чтобы я действительно, причем я знаю, что такое настоящее масло. Я уже говорила об этом. Что у меня в семье есть маленькая маслодавочка наша, чисто вот домашняя. Мы же никуда это не продаем. Вот чтобы для своего домашнего обихода, вот мы надавили маслице там льняное и кушаем. Так что в маслах я знаю о том. И когда я попробовала масла Александра, я же знаю, что это в магазинах. Потому что я прихожу в гости, мне иногда салат заправляет магазин маслом. Сами понимаете, да, разница, небо и земля. Поэтому, естественно, вопрос стал ребром. Если у человека есть классное масло, и он может вам это все показать, рассказать, и, естественно, вы можете это взять у него, то почему бы нет? Так что возникло вот такое видео. Ну хорошо, Саша, передаю тебе вопрос, который к тебе адресовали люди. Где же масло-то все-таки брать настоящее? Ален, я благодарю тебя за эту прекрасную возможность, которая мне дает, ну, возможность рассказать аудитории, что же такое маслоделие. Друзья, я свой путь в этом вопросе начал уже довольно-таки давно, около пяти лет. Изначально я поставил перед собой задачу, ну, то есть мне захотелось все-таки узнать. Вот Алена все правильно сказала про полки магазинов, я так же, как и выходил по этим полкам магазинов, и хотел получить вкус природы, то есть понять, что же такое настоящее масло. Но в глубине души я прекрасно понимал, что все то, что я покупаю и пробую, но оно не соответствует именно вот этой природной чистоте. И, конечно же, вопрос второй пользы. И вот, грубо говоря, на семейном совете мы с супругой решили приобрести все-таки себе оборудование для производства масел. Вот после этого решения у нас прошло ровно год до того, как мы купили себе наш первый пресс. На что мы потратили этот год? Этот год мы потратили на то, что я со своей супругой мы досконально изучили и поняли, какие типы производств бывают в маслоделии. И вот, когда я это все, информацию изучал, и когда я получил первый свой опыт, то есть отдавили мы свое первое масло, у меня в голове сложилась, скажем так, такая структура в форме пирамиды. Я ее назвал пирамиду масловеда, мы к видео ее приложим. В этой пирамиде я отобразил все те три типа производства масел, а их у нас на самом деле три. И я сейчас хочу с вами этой информацией поделиться. Первый, самый широк, ну то есть самый большой, который вот весь рынок, практически 95% рынка занимает, это тип производства, метод экстракции. Экстракция производится на огромных заводах. И Алена все правильно сказала по поводу сырья. Эти заводы, естественно, им нужна большая прибыль, нужны большие обороты. Там огромные массы масляничных культур перерабатываются. И поэтому, да, туда закупается дешевое сырье. Там, конечно, все по-другому хранится, нежели где-то на каком-то маленьком частном предприятии. И метод экстракции – это очень агрессивный метод, на выходе из которого получается не масло, а на самом деле это трансжир. Потому что метод экстракции – это погружение масляничной культуры в гексан. А гексан – это аналог бензина. Для чего это делается? Потому что масляничная культура, которую предварительно перемалывают в такую кашу, ее нагревают и помещают в гексан. На больших промышленных предприятиях масло нагревается до 150 градусов. Потом это все погружается в гексан, и гексан дает такую возможность производителям, они максимально из семечки вытягивают все масло, чтобы увеличить производительность. И вот это масло, смешанное с гексаном, потом происходит многоступенчатую очистку, где применяются различные щелочи, различные, скажем так, технологические переходы, которые лишают… Во-первых, ну, отделяется от гексана. Ну, понятно, бензином же они не будут смешанным с маслом торговать, потому что вы все отравитесь. От гексана все отделяется, нужно убрать запах гексана. Происходит такой технологический процесс, в котором убирается запах гексаны, одновременно убирается естественный аромат масла. Масло рафинируется, масло подвергается паровой бане. В общем, там очень долгий технологический процесс, на выходе из которого получается вот то все, что вы видите в массовом количестве на полках. Друзья, это на самом деле, ну, откровенно продукция, которая никакой вам пользы не принесет, она вам принесет только вред. Но мы живем в мире стереотипов, мы живем в том мире, в котором информация у нас замалчивается, и поэтому все привыкли покупать в магазине это масло, жарить на нем, и все. Ну, то есть, вот это первый тип, это большие промышленные производства методом экстракции. Второй сектор в моей пирамиде, которую вы увидите, это метод шнекового отжима. То есть, я его по качеству оцениваю выше, чем метод экстракции, но все-таки верхушку пирамиды он у меня не занимает. Что такое шнековый отжим? Шнековый отжим – это отжим получения масла из масляничных культур по типу, скажем так, шнек – это типа мясорубки. То есть, это огромный железный рубящий винт, который… То есть, они шнеки бывают маленькие, бывают большие, бывают в промышленных размерах, которые там до 500 килограмм в час могут сырья перерабатывать, то есть, большие объемы выдавать. И предварительно шнек, во-первых, разогревается, потому что железные части этого оборудования, они должны быть прогреты, чтобы была хорошая производительность. В шнековом отжиме что получается? Там, как и в методе, ну, в промышленном, в первом, о котором я объяснил, сырье тоже перерубается для того, чтобы было более легкое извлечение масляничной культуры. Потом в шнеке это все под давлением крутится, сжимается, и на выходе мы получаем масло, прогретое до большой температуры, и получается такой продукт, как шрот. То есть, вот остаток масляничной культуры, вот эти, скажем так, полезные, полезная клетчатка, полезные белки, они под воздействием температуры превращаются в шрот, и в некоторых типов шнека этот шрот на выходе дымится. То есть, дымится, то есть, это все как бы уже готово загореться, то есть, очень большая температура. В процессе этого производства происходит контакт с металлом, во-первых, вот этих растительных жиров, а они очень боятся металла, потому что металл это, как бы, это первые, скажем так, то есть, первая причина окисления. И второй отрицательный момент – это высокая температура, потому что растительный жир тоже боится высокой температуры, и он окисляется. Саша, вот давай здесь по поводу все-таки вот этого метода прямо объясним, потому что люди не понимают, что значит окисление. Ну, то есть, если окислилось что-то в масле, это уже не съедало, то ничего полезного нет. Вот здесь вот прямо поясни, пожалуйста. Потому что, друзья мои, вот здесь я прямо сакцентирую внимание, Александр продолжит, да. Смотрите, вот даже если вам говорят, дома мы, значит, на своем маслопрессе все сделали, вот вам маслица. Да, первые три дня там еще что-то будет, а потом все на фоне окисления там уже пустое масло будет. Оно даже вкусное в каких-то моментах будет. Но вот эта вот горчиночка, да, через некоторое время появляется, и все-все-все. То есть, когда масло окислено, толку с него уже никакого, друзья мои, даже если оно домашнее, если оно там на шнековом маслопрессе сделано, это я уже и по опыту своей жизни знаю, что это, вот знаете, как говорят, сыродавленное масло, сыродавленному рознь. Потому что технология решает многое. Ведь можно обмануться очень здорово. Вы действительно придете даже домой, посмотрите, как человек это делает, из какого сырья вам покажет упаковочку, скажет, что вот здесь, вот здесь, вот здесь я брал семечку, что вот он мой маслопресс, смотри, какой замечательный. Ну и вы как бы, ну, поддадитесь этому очарованию прекрасному, не понимая технологий. Потому что если там действительно пошло окисление, толку с этого масла, ну, как бы вы сами понимаете, да, вот так. Особенно первые дни, но там как получится. Ну, расскажи, Саш, подробнее. Да, ну, шнековое масло, я тоже с этим хорошо знаком, потому что после вот этих магазинных, я и шнековые масла пробовал, то есть они присутствуют. Они на самом деле первую неделю, скажем так, ну, вот если, скажем так, по спальненому взять, то первую неделю у него еще такой вкус, ну, наверное, первых несколько дней, у него вкус приближенный к натуральному. Но контакт с металлом, он делает свое дело, и масло начинает быстро прогоркать и окисляться. А что такое прогоркание и про окисление масла? Это означает то, что вот именно вот эти жирные кислоты, которые необходимы нашему организму, они начинают терять свою, скажем так, природную силу. И вот эта горечь, это значит природная, вот эта жирная кислота, она просто умерла. То есть у нее природный потенциал исчез. И вот это горькое масло, прогоркшее, это масло нельзя ни в коем случае употреблять. Вы просто нанесете вред своему организму. И еще немаловажный момент. Вот Алена все правильно подметила. Я когда всю эту информацию изучал, то есть для меня было большим удивлением, что у нас в законодательстве существует такой огромный пробел, но не буду тут дальше эту тему развивать, для чего этот пробел сделан. Но вот этот пробел скрывает то, что вы покупаете масло, которое производитель имеет право писать первый холодный отжим, но на самом деле этот отжим происходит при больших температурах, и он по сути холодным не является. Это, во-первых, ну, друзья, это такой низкопробный маркетинг, во-вторых, это вот такой пробел в законодательстве. Давай я скажу своими словами. То есть ты не решаешься, я уж точно решусь, и я скажу. Потому что, друзья мои, жажда наживы у системы, она стоит на первом месте, человек на последнем. Даже, я бы сказала, там вообще ему ни на каком месте нет, так как просто потребитель, да, которого не учитывают вообще. Да, им это выгодно, они гонят массу. Поэтому, друзья мои, когда система говорит, что вам что-то там дадут, такое вкусненькое, хорошенькое, задумайтесь, правда ли это. Потому что законодательство сейчас, оно, ну, как вы понимаете, да, не для человека. Оно для олигархов, которые, собственно, для системы, ну, условно будем говорить, которая пропихивает тот продукт, который будет помогать наживаться на нас. И тут же индустрия, значит, лекарства, медицины, да, на подхвате, что вот он запил себя маслом, вот этим вот упрогорком ненормальным, которое, в принципе, не имеет права на существование. Соответственно, он пойдет к нам лечиться. И вот это вот нас по кругу водит. Едим-болеем, едим-болеем, едим-болеем. Поэтому все понятно, почему, друзья. Но я же вот каждый раз на своих каналах, я всегда говорю, если вам что-то дают, такое вроде, ну, надо же, разрешили, да тут еще и даже чуть ли не холодного отжима, сразу вот так вот в нормативку заглядываете, а там ого-го-го-го-го, то есть вот так градусы скачут. Ну, это так, маленькая оставочка, чтобы было понятно. Еще очень такая серьезная уловка, я сейчас не побоюсь вот этого слова, а, Лёва, применить в своем эфире, ну, то есть такой мерзкий маркетинг, друзья, происходит, что вам говорят, что вы покупаете первый холодный отжим, а еще вам говорят, что масло изготовлено на дубовом прессе. Есть производители, которые вот это все, красивые этикетки делают, там рисуют дубовые, пишут вот эти фразы на дубовом прессе, но дубовых прессов не существует, писание, говорит, бывает гидравлические, максимум может быть дубовая бочка. И потребитель, человек по незнанию, покупается вот на эту красивую этикетку, на вот эти красивые лозунги, где вот они уже часто примелькались, и думают, ой, действительно, это отжато при холоде, вот, вроде как бы обладают частью информации, но до конца ее проанализировать не могут, потому что, ну, не хватает, скажем так, знаний, вот действительно нужных. Вот, то есть шнековое производство, оно имеет место быть, но качество лучше, чем методом экстрагирования, но все же продукт быстро портится. И, во-первых, если шнековый производитель, он не фильтрует свое масло, не дает ему возможность долго отстояться, в этом масле появляется большой, ярко выраженный осадок. Вот в наших живых маслах, которые мы методом холодного прессования получаем, на некоторых культурах тоже возможен осадок, но он минимальный. А вот вы, во-первых, метод холодного, так, сейчас давайте, перехожу теперь к вишенке на торте. В Комиде я поместил бочку, поместил именно бочковое прессование. Я называю этот метод метод холодного прессования. Почему холодного? Потому что мы сырье не нагреваем, и масло получается за счет того, что сырье, вот сзади меня вы видите бочки, то есть положится в бочку, и в ограниченном пространстве бочки, за счет гидравлики, семечко просто спрессовывается, и из нее добывается масло. Вот таким способом мы можем добыть из семечки или орешка от 30 до 50 процентов масла. Остальное масло остается в жмыхе, которое остается вот в этой прессованной семечке. То есть мы все масло оттуда добыть не можем, потому что, ну это такая технология. В предыдущих двух технологиях там маслоотделения больше, и вот, ну то есть, да, там такое коммерческое большое производство. Вот. В методе холодного прессования исключается нагрев. В методе холодного прессования исключается контакт с металлом. Мы ранее начинали работать на ясеневых бочках, но со временем я, когда вот уже начали производство расширять, я понял, что ясеневые бочки, деревянные, то есть дерево любое, особенно когда под давлением дается масло, проникает в дерево, и вот эту бочку ты помоешь только сверху, потом дерево начинает прогоркать. Дерево портится, это масло начинает прогоркать, и это уже потом переходит даже в свежую закладку. Мы от деревянных бочек отказались. Пищевой капролон, который допускается для пищевой промышленности, это не агрессивный, скажем так, гипоаллергенный полимер. И вот при помощи метода холодного прессования бочкового мы получаем действительно ценный, действительно сейчас такой уникальный продукт, который набирает, скажем так, популярность среди людей, которые начинают разбираться в вопросах, которые задают себе вопросы, находят на них ответы и анализируют ситуацию, которая вокруг них. То есть я обращаю внимание, что именно масло покупают люди вот это, которые уже разобрались во многих вопросах, во многих вот этих уловках, отказались от каких-то стереотипов, какие-то парадигмы, они подвергли сомнению и нашли новый путь. И ну вот очень приятно этим делом заниматься, потому что, во-первых, у меня семья, все это с удовольствием, мы сами уже не первый год. Большой круг потребителей, а более всего приятно получать отзывы от своих клиентов, покупателей, которые становятся постоянными. Потому что помимо действительно гастрономического удовольствия, а сейчас я расскажу небольшая ремарка. Когда мы купили пресс со своей женой, и она к нам пришла вот эта бочка из ясеня, мы еще не знали, какие поставщики тут ничего особо не изучали, просто пошли на рынок и купили кедровый, грецкий орех. Пришли домой, выдавили этот грецкий орех, друзья, и вот этот момент я на всю жизнь запомнил. Я наконец-то получил то, что искал и ждал этого целый год или больше. Я получил вкус настоящего живого продукта. Я почувствовал аромат грецкого ореха. Я почувствовал его вкус в масле. И консистенция масла меня настолько удивила, и я так понял, что в магазинах продают воду, потому что магазинное масло, оно не имеет вот такой жировой структуры, как настоящее масло, которое отдавили просто и сразу его сохранили. Мы свою продукцию упаковываем в специальные темные бутылочки, то есть мы отжимаем сразу в бутылку, специальные у нас пробки с дозатором, сразу закупориваем. И вот этот метод и небольшие объемы, скажем так, производства, и вот именно вот этот процесс позволяет сохранить тот растительный жир, который находился первоначально в семечке и защищался оболочкой, либо скорлупой. То есть мы раздавили, масло достали сразу в герметичную, стеклянную, ну, мы, скажем так, пропаренную посуду, подготовленную, закрыли. То есть мы масло сохранили. И вот это позволяет маслу храниться в определенный период времени. Но здесь есть тоже такой момент, у нас сейчас ассортимент больше 10 видов масел, но у каждого масла есть свой срок годности. И я так, ну, знаю, как ситуация на рынке происходит. Вот во многие масла добавляют антибиотики. Какие-то гормоны, которые не дают маслу прогоркнуть. И я с некоторыми торговыми точками просто общался. Я говорю, как у вас вообще вот это масло на жаре стоит? Они говорят, да год стоит, и на жаре, и на холоде, и ему ничего не случается. То есть масла делают какие-то добавки, которые, ну, их консервируют. Вот. Мы никаких консервантов не добавляем. Мы не дезодорируем, не рафинируем, не фильтруем свои масла. Поэтому у каждого масла индивидуальный срок годности. Для примера скажу, друзья, есть такое популярное льняное масло. Оно очень чувствительное и, скажем так, очень капризное. И поэтому у льняного масла, ну, очень ограниченный срок годности ставим всего лишь два месяца. И месяц после вскрытия. Потому что лен очень такая нежная культура. При контакте, при постоянном крытике с бутылки, при контакте с воздухом масло, ну, мы проводили эксперименты. То есть после двух месяцев стояния в холодильнике нашего масла, мы каждый месяц тестируем, вот после двух месяцев в масле появляется горчинка. То есть жирные кислоты, вот именно льняного масла, теряют свои способности. И масло начинает естественным образом прогоркать. То есть мы об этом говорим. У нас сроки на каждый вид масла разные. Мы это все оттестировали. Но есть масла, которые долго хранятся. Например, масло черного тмина, масло кунжута, горчица, ну, и многие другие. Потому что, ну, черный тмин даже в гробнице Тутанхамода находили. И по анализу сказали, что это черный тмин. Вот в двух словах, друзья, вот такая ситуация. Я надеюсь, эта информация вам будет полезна. Вы начнете ее применять, проведете анализ своих умозаключений и выберете правильный путь. Потому что живые масла, полученные методом холодного прессования, это не только подарок для гурманов. Потому что в линейке в большой масел там столько вкусов и ароматов. Но это прекрасная возможность укрепить, во-первых, свой иммунитет. Скажем так, что с таким современным оборотом, скажу, избавиться от каких-то дефицитов. Вот. Ну и по большому счету этими маслами производят терапию многих заболеваний. К примеру, конопляное масло, масло черного тмина. Конопляное масло во всех царских справочниках дореволюционных, медицинских, относилось и конопля к универсальному средству от всех болезней. Шикарное кедровое масло, обладающее очень большим потенциалом для оздоровления, лечения. Масло черного тмина. Ну и в любом случае, любой из масел, это, скажем так, в каждой капельке, это концентрат микро-макроэлементов, необходимых каждый день человеку растительных жиров и дополнительных веществ. И все это находится, друзья, в легко усваиваемой форме для организма. Да. Да. Саша, вот сразу, любимые мои слушатели, посмотрите, подписчики наших страниц, посмотрите, где находится Александр. Вот просто, когда ты смотришь на это, ты уже как будто волшебником в его келье побывала. Вот честно, потому что там маслица стоит, тут, значит, бутылочки. Но сами понимаете, да, что нет тайны, то есть все чистенько, все аккуратненько. Я даже когда первый раз увидела, мне так понравилось, все стерильненько, тут вот так-то, здесь так-то. Поэтому, друзья, вот когда вам говорят, что вот там какое-то масло и нет доступа на производство, вы сразу должны подумать, а что вообще происходит, а почему такая тайна, а что там вообще делается такое, что меня туда не пускают. И смотрите, где тайны нет, там гуляй, смотри, вот там цветочек, там маслица, понимаете. Поэтому, естественно, и меня это привлекло, мне это понравилось. К слову сказать, да, вот по поводу масел. Здесь очень важна гигиена, потому что, вот правильно сказала Саша, что если есть антибиотики, есть что-то, что не дает протухнуть, испортится масло, представляете, это попадает в организм. А потом вот мы удивляемся, почему мы болеем, почему у нас, например, атеросклероз начинается, почему у нас костенеют сосуды и все остальное. Ведь когда ты это все употребляешь, это же все идет в организм, это все начинает откладываться. Мы не созданы для такого количества химии. А даже почки не понимают, как это вывести, этот ужас кошмарный, который есть в современных маслах. Поэтому вот я по опыту знаю, что употребление хорошего масла где-то полгода, ну условно полгода, да, это вот только для того, чтобы вот сейчас замаслить чуть-чуть организм, причем в хорошем таком количестве. После полугода это уже пойдет на структуризацию, на изменение клеточного всего, что у вас есть на уровне клеточки. Поэтому промасливание хорошими маслами, это не одну бутылочку выпить, там что-то с салатиком скушать, это именно прям технично в течении жизнедеятельности и намазать, и на тельце, и скушать, и детеныша напоить. У нас утро начинается, что вот я ложечку маслица, сыродагну как раз от Саши, в ротик раз, и ребенок все это раз и сглотнул, и все здесь промасливается сразу, и еда, естественно, с маслицем. Поэтому, ну вот, знаете, я... Вот вы видели, что я на своей странице никогда не выставляю особо каких-то роликов таких, да? Ну, я и есть, и Игорь, потому что мы давно соратничаем. А вот здесь Александр появился. И вот это очень важно, чтобы вы хотя бы прослушали это видео. Вот подписывайтесь на все каналы, которые будут в сопровождении к этому видео Александра, естественно, для того, чтобы взять у него маслица, и через менеджерово, через его сайт. Но чтобы вам было немножко дешевле, я понимаю, что все мы живем в экономии, все работают, все стараются в семью. Если у вас есть возможность, то 5% вот скидочки вы получите, если будете использовать промокод Чаровное. Неважно, заглавными напишите, или как напишите, все равно хорошо. Вот. Так что 5% скидочки – это вот от меня, потому что мне хочется, чтобы подписчики наших страниц радовались, пили маслице, кушали, везде добавляли, ну и, собственно, выздоравливали. Ну вот так. Александр, да, добавь. Ален, я хочу в завершение твоей... Поехали, что ты хочешь? ...большую подсказку. У меня так случается, и мои клиенты мне в этом признаются откровенно, потому что у нас как бы открытое сострудничество, я вообще люблю открытых людей. И они говорят, Александр, купили у тебя масло, потом пошли к другим производителям, к одним, ко вторым, к третьим, но мы, говорит, вернулись к тебе, у тебя самое лучшее. Даю небольшую подсказку, друзья. Если вы будете где-то в другом месте заказывать масло, например, вы захотите купить себе дорогое, хорошее амарантовое масло, либо что-то еще, попросите у производителя, чтобы он вам показал жмых. Потому что вот жмых, который после холодного прессования, а мы эту тему с Аленой откроем, наверное, в следующем видео, это рассыпчатые зерна, которые видно, что они просто спрессованы, они вот такие немножко спрессованные, немножко потеряли свою форму. Если вам покажут такой жмых, значит, это холодное прессование. А если вам покажут такую кашу, слипшуюся какими-то вот, либо колбасками, либо продолговатыми, это значит, произведено на шнеке. И тут уже вам принимать решение покупать шнековую продукцию, либо все-таки покупать продукцию бочкового маслоделия, которую методом холодного прессования получено. И второй немаловажный момент. Мы очень про чистоту на производстве, конечно, приятно, что вы это все отмечаете, но для меня это вообще принцип жизни, жить в чистоте. И, соответственно, я этот принцип жизни свой на производство перевел. Второй немаловажный момент – это сырье, из которого изготавливается масло. Я сам занимаюсь сельским хозяйством, садоводством. Я участник сельскохозяйственного кооператива. Я знаю, что такое органическое земледелие. Я знаю, что такое севооборот. И я вот на этих высоких принципах покупаю сырье для своего производства. То есть это сырье максимально лишено воздействия химических вот этих всех ингредиентов, которые сейчас повсеместно используются в интенсивном сельском хозяйстве. То есть я беру продукцию у небольших фермерств. Ну, есть и крупные хозяйства, сейчас уже и по органике работают, и по севооборотам. Ну, то есть подход к сырью у нас основательный. Поэтому мы стараемся людям дать действительно наивысшее качество. И я гарантирую, что качество нашей продукции наивысшее. Ну, вот, вот. Хорошо. Ну, хорошо, друзья. Будем, как говорится, завершать наш разговор, потому что закругляться, потому что очень много информации. Мы будем периодически к вам выходить, давать эту информацию, чтобы вам было легче во всем этом многообразии в кавычках разбираться, знать, где нас дурят, вот по-русски, да, будем так объясняться, где наоборот можно что-то хорошее взять и использовать. Ну, и, конечно, я всегда радею за то, чтобы такие производства, они процветали, и все становилось на свои места. Наконец-то, чтобы мы кушали то, что должны кушать, и становились здоровыми. Александр, благодарю тебя. Пусть все процветается, и пусть все ладится и получается. Друзья, всего доброго вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok